Всем еще раз привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот только что рассказывала о совместимости огурцов и томатов в одной киплице и о том, нужно ли их выращивать. Говорила, что лучше не нужно, но в крайнем случае можно, если создадите им условия. И такой же очень важный, актуальный, прям злободневный вопрос, это срок хранения наших семян. Вот сейчас и в прошлом году приходило, и в этом году уже несколько разных людей спрашивают один и тот же вопрос. Вот нашла старые семена, можно ли их посеять? Действительно ли они? Сколько можно хранить? Те, которые вот сейчас покупают, даже у меня покупают, кто семена спрашивает, можно ли их посеять на следующий год? Сколько лет они хранят? Я сейчас все расскажу очень подробно. Сроки хранения это очень важно. Сроки хранения семян, они большие, длительные, но у всех разные. И как вы думаете, какие семена хранятся больше всего? Вообще мы считаем, что они как капризные, не всегда хорошо всходят, но это арбузы, дыни и огурцы. Они рекордсмены по хранению и у них даже официально указывают, вот в таблицах в интернете, сроки хранения 6-8 лет. Представьте, 8 лет можно хранить семечко арбузное. У меня свои семена, и вот дыни в прошлом году нашла с 7-летней давности. Я обычно больше 5 лет не использую семена, потому что там надо проверять процент схожести, может быть уже не 100%, а там 70, даже 50. Но вот нашла дыни, замочила в растворе эпина, и у удивления, они взошли все 100%. Это была простая дыня, вот моя колхозница, по-моему, или медовая, медовка. Вот дыни и арбузы, если вы, например, в этом году вырастите, соберете свои семена, они могут храниться до 2026-2027 года. Представьте, вы можете больше все эти годы семена не собирать. Но я уточню, я говорю вот это про всхожесть хорошую, это свои семена. Я вот всегда использую, почти всегда дыни и арбузы, свои семена. У них всхожесть очень длительная. Но на сайтах, где я смотрю все эти таблицы, вот этот срок указан 6-8 лет. Ну, правда, магазинные семена почему-то, я вот много раз пыталась, новый сорт какой-то, у них всходит из 5 семечек иногда 2 или 3, даже свежие. Почему это, не знаю, как они так, ну, умудряются их делать, что очень мало всходит, может быть, они недозрелые. Это рекордсмены по хранению. Но самое главное, какие овощи интересуют многих, это томаты и перцы. У перцев самый маленький срок хранения, везде он указан 3 года, по-моему, сейчас посмотрю по таблице, но он очень мало, да, 3 года. Он указан 3 года, но я читала в статьях, что на второй год у перца уже может снизиться всхожесть даже на 50%. То есть, если вы нынче возьмете семена свежие и не посеете, имейте в виду, что на будущий год половина семен перцев может у вас не взойти. Но опять же, это все индивидуально. Бывает, семена лежат и 2, и 3 года, и 5 лет, и всходят прекрасно. Бывает, на следующий год они не всходят вообще уже. Забыла сказать про огурцы. У огурцов большой срок хранения 8 лет, но опытные огородники стараются на второй год семена, собранные со своих огурцов, не высаживать, не высевать. Почему-то более зрелые, когда они отлежатся 2 года, вот на второй год, на следующий год вы не сеете, а через год посеете. Обычно они более здоровее, у них процент схожести больше. Я не знаю, с точки зрения, как это объясняют ученые, но опытные садоводы-огородники собрали, если вот в прошлом году семена, нынче они не сеют, берут двухлетние давности. И они считаются лучше. И еще, если вы прохранили, даже если указан срок большой хранения 6-8 лет, если вы прохранили 5 лет, то желательно уже перед посевами замачивать в стимуляторах роста. Потому что чем дольше хранение, тем больше засыпает семя и пробуждается оно намного сложнее, дольше. Нужно ему помогать. То же самое про томаты. Вот томаты, у них срок хранения указан в среднем 5 лет. Сейчас я по таблице посмотрю, сколько официально указывают. Так, так, так. А, вот томат. 3-5. 3-5 лет. 5 лет они хранятся легко. Вот свои домашние семена, 5 лет они могут прохраниться. Но они исходят и после 5 лет, потому что вот многие говорили, нашли мамины еще семена 10-летней давности, 12-летней давности. Они тоже могут дать вам ростки, но я просто всех прошу, что если после 5 лет вы уже обязательно применяете какие-то стимуляторы, вот эти регуляторы роста. Именно их нужно, чтобы дать толчок. Если вы просто их посеете и будете ждать, они могут, как сказать, такой длительный период пробуждения, что семечка может, если влажный грунт, может просто сгнить и не успеть проснуться. У нас такое бывает, что долго лежит, начинаются вот эти процессы гниения. А ей просто нужно было дать толчок, замочить стимуляторы роста, например, эпин, эффектон, корневин, любые вот эти регуляторы роста, они вам помогут. Вот про сроки хранения я вам сказала, сейчас прям по таблице, по официальной, которая дает сайт. Арбуз 6,8 лет, баклажан 3,5, он чуть больше перца, но все-таки меньше, чем дыни. Потом дыня 6,8 лет, кабачок 6,8 лет, вот самые большие вот у этих вот, у бахчевых. Дальше что нас интересует еще? Огурец 6,8 лет, перец 3 года, самый маленький срок хранения у перца. И томат опять пропустила, я что-то томат сегодня теряю, теряю. И томат 3,5. Самое главное, что вот с этого видео я хотела вам донести, перец лучше сеять свежими семенами, огурец лучше сеять через год. Томат, вот по моему опыту я знаю, сходят одинаково и свежие, и двухлетние, и трехлетние. И срок у них не ограничивается пятью годами, указанными официально. Они могут зайти и через 7 лет, и через 10, но нужно их стимулировать. Все, и самые большие сроки хранения можете долго хранить. Дыню, арбуз, кабачок до 8 лет. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Я надеюсь, все подробно обо всем рассказала. Если вы храните семена, то хранить можно все, кроме перца. Перец нежелательно. Просто жалко, в этом году он взошел бы весь, а на будущий год может половина не взойти. Но может и взойти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!